Всем привет! Маурицо, ты очень известный в сфере дизайна интерьера. И расскажи, с чего все начиналось. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Маурицо Фрейца. Я начал заниматься дизайнером, когда у меня было 18 лет, это значит недавно. Ты знаешь, Маргарита, что я по-русски не учил, и тогда мой по-русски будет прикольно. Надеюсь, что люди, которые нам слушают, понимают. Друзья сказали, не надо учить, нам так понравится. Насколько тебя знают, не только дизайнер, но еще очень хороший продавец. Откуда это родилось? Моя первая продажа была 4 лет, когда мама занимала бар. И когда было воскресенье, много народа идёт мимо, и моя мама продавала в том числе мороженое. И я привыкла, взял кону, и одна шарика дала клиенту, и видела, что когда я даю одна кона со шариком мороженое, он мне дала 10 лир. И я там понял, что это интересный процесс. Наверное, я там начал заниматься коммерчески. Первая продажа была мороженое. Только воскресенье, а остальные дни я кушал сам мороженое и тратил все прибыли, которые в воскресенье занималась. Как ты оказался в России? Почему вообще Россия? У меня друга итальянец, который до сих пор живёт в России, он занимается станками. Он мне предлагал прилетать в Россию для русских клиентов, которые хотят итальянский дизайн. Я первый раз прилетел, и я думал, что зачем я прилетел на эту страну. Там была, я помню, что было холодно, всё тёмно, я не понимаю одно слово по-русски, я не читаю по-русски. Все люди с перчатками, у меня не было одежды, было очень некомфортно. А с чем тебя ассоциируется Россия? А у меня только такой... Я не знаю, что сказать. Это просто нужно книгу записать. Надо книгу записать по России. Отличаются итальянские клиенты от российских? В течение вот этого первого периода я понял, что с русскими клиентами не так легко. В Италии я всегда занимался дизайнером и работал как психолог с клиентами. А я понял, что в России это недостаточно. Надо больше как психиатра. И тогда я решил, что на будущее не хочу садить за ртом. И когда мой друг итальянец предлагал развить на российский рынок его фабрика, которая мебельного офиса занимала, я думал, что это было правильно принимать это решение. Сейчас у нас есть большие представители компании с разных фабрика. Мой опыт и опыта наши сотрудники. И мы передаем наши клиенты, дизайнер студии, магазин мебели, когда нужны большие проекты и трудные проекты, потому что наша голова более готова для контракта и для коммерческих направлений. Я знаю, у тебя было очень много интересных приключений в России, особенно в самом начале, когда еще ты очень плохо знал российский рынок, российский менталитет. Но это мы будем делать отдельно тогда видео, потому что это было тоже прикольное, разные приключения, все приятно и чуть-чуть необычно. Но это мы будем разговаривать в следующем видео. А есть какой-то самый запоминающийся момент? Ну, хотя бы один кусочек, скажи. Ну, вот что ты до сих пор не можешь забыть? Было задание снять размеры здания для гостиницы, мебель по индивидуальным заказам. Мы ждали 6 месяцев, добро прилетает, когда нам сказали прилетает. Короче, мебель на месте и здания не было. Была просто трава. Это, например. Маурица, сейчас у тебя уже не одна, не две фабрики, а достаточно много. Расскажи, по каким критериям ты выбираешь эти фабрики и почему именно это количество? Потому что я знаю, что от многих фабрик ты отказываешься. Мы выбирали всегда, что это одна фабрика, не конкурировать с другими, и в том числе они комплектовать наши гаммы. И по цене, и по стилю, и по объему. Тогда зависит от того, что нам нужно, мы выбираем и предлагаем клиент, какие фабрики идеальны. Конечно, фабрика должна быть гибкой, должна аккуратно делать мебель, очень внимательнее на детали, на контроль качества. Упаковка должна быть идеальной для экспорта. Надо реагировать быстро, когда существуют проблемы после продажи. И самое главное, они должны принимать импут от российского рынка, адаптировать по стилистике то, что рынок в данный момент сбрасывал. Это я тоже помогаю фабрике на эту информацию передать. В чем секрет твоего успеха? Как ты достиг такого уровня? Потому что из маленькой деревни в Италии ты сейчас очень известная личность, очень известный дизайнер и человек. И тебя все слушают. Расскажи, как так получилось? Я думаю, что первый секрет – это передать все то, что у тебя есть, с другими людьми. Есть никакое ограничение. Надо, чтобы ты учиться культуре народа, где ты работаешь, менталитет, уважаешь и любишь эту страну. Я очень доволен, что я работаю в России. Это очень интересная страна. Мне повезло. И я думаю, что люди чувствуют, когда ты общаешься и работаешь с ними, что ты хочешь передать все твои опыты. Твоё настроение и подружиться с людьми, с кем ты работаешь – это очень важно. Маурицу, тебе нравится русская еда? Ну, некоторые – да, некоторые – нет. Я очень люблю суп русский. Шанслик. Я очень люблю. Не люблю пельмени. Я думаю, что тортеллина лучше. А борщ? А борщ – так, больше солянка мне нравится. Да. И закуски русские мне очень нравятся. Такая большая сортина – это для меня очень приятно. И водка. А водка по чуть-чуть. В следующих видео Маурица обязательно расскажет свои секреты в сфере дизайна и о своих приключениях в России. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Увидимся в следующем видео. Чао-чао. Риведерти.